Вот, продолжается утро, 12 июня. Трудятся. Сейчас посмотрим, чем у нас тут занимаются сестры наши. Иначе, значит, тоже пришел сюда. Водят. Тоже занимаются в изготовлении пищи. Вот, у вас под рукой. Телефон! У меня? Да. У меня другой звук, я думаю, это не мое. Пока прыгнет сейчас. Не пойму, нажимать на какую-то. Право-лево. Лево-лево. Лево-лево. Да, да, это. Все равно пекли хлеб. Добавайте телефон. Десятки раз одно и то же. Алло, говори, добрая. Выкиньте, свой отремонтируйте, выкиньте. Да, с миром. Но потом придется поездом, а не как. Так, завтра у нас машина, Игорь едет барабашный. Он подхватил бы, бесплатно доехал. Так, зеленые щи у нас. Ну, договорись с Валерой. Ну, дальше никак. Мне это надо срочно. Потому что, если не сделай, бурдозер придет, все остановится. Не тогда, когда ты хочешь, а когда нам надо. Ну, подумай хорошенько, посмотри, что там у тебя держит-то. Потому что у меня день они грешают. Погода устанавливается, и скорее нужно сделать это. Хорошо. Сделай как надо. Сделай, ну, постарайся поскорее. С Богом. Виктор Андреевичу позвони, чтобы тот Володя приехал хотя бы завтра. Мне до того, что не нравятся вот эти перемены всякие. Начинают жать, еще не знаю. Звонят кто, что. По другой раз звонят и по делу. Иначе, значит, что у вас тут за зелень-то? Что за зелень? Да. Видишь, я люблю витаминизировать детей. Когда они зеленью набивают в себя, как лошадь не болеет, говорит. Она траву ест, потому что. А поэтому я говорю, что бездомная или буддомная крапива растет. А то я сходил, ее нарвал. Вот это оторвите толстые, которые подадите, сестры. Вот эти толстые, которые в конце, они нужно убрать. Вот эти мне большие, толстые, которые они не будут прорвать. Ему сейчас помочь надо, сейчас. А, хорошо. Нет, это не ваша работа. А, хорошо. Так, и мне дать. Теперь у меня доска, что я делаю здесь. Набрал. Там они вымыли сестры. Удомная крапива, где остальное? Да-да. А, смотри, там. Все там. Здесь. Здесь одуванчик. Где-то у меня репей был. Она же здесь была. Здесь это. А, нет. Галя, ну, не знаю. А, вы приносили репей? А, я не знаю. Девочки, а где репей? Все там уже потрошили. Я же принес два мешочка. А мы все уже, все два мешочка, я уже помыла. Вы первым его потрошили, да? Ну, ладно. Лук. Будет чеснок, свекольное, капустное листья. Вот так вот мелко режу. Срезан Андрей. Сделал досочку. Из твердого дерева, из березы. Вот она. Сейчас я покажу разделочная доска. А то в прошлом году у нас была какая-то целлулоидная. И просто по 3-м на дорт поехал. И говорят, доска не такая. Почему не такая из магазина, не знаю. Ну, у нас тут мастер есть, Андрей Густинок. Я пошел и выказал. Он сделал несколько. Вот это я уже нарезал. Дальше. Высыпаю все это в одно. Для меня выделили отдельную посуду. Отдельно у меня нож. Специально все сделано. Никуда он больше не идет. Только на это дело. Это я выбираю здесь. Мелко режу. Сейчас я покажу дальше, как будет. Отдельная кастрюля. С чистым дном. А там мне место выделено на окне. Туда все после этого. Как сейчас сделаю. И туда положить. Неприкасаемая посуда. Лично за мной счастливится. Вот я сходил свежее. Прямо с корня. Ну и прошло там 5-10 минут. 5-10 минут. Никуда витамины еще не делись. И это потом, когда я все сейчас сделаю. Буду первому блюду прилагать. И можете даже. Но никогда не варить. Только зеленое давать. Вот я прямо ее делал. Теперь по переху точил. Нож очень острый. Наточил. У меня тащила лежит здесь. Вот так. Это мои гости приехали. В детском лагере в прошлом году я это делал. Но лагеря нынче нету. Он ликвидирован. Вот. Теперь я набрал сколько надо мне. Теперь перекладываю в кастрюлю. Вот она. Видишь какая зелье. Кастрюлька. Это любой может сделать. Это вся общая стоимость. Ноль. Ноль. Или ноль. Не знаю как правильно теперь. По-разному пишут. Вот. Теперь. Простая операция. Все это с молитвой. Господи благослови. Без молитвы не ухода. Вот какая доска. Твердая, заваленная. Подвесить ее можно. Видишь какая она толщиной с палец. Доска настоящая. Из березы. Он молодец. Даша. У меня есть толкушка. Но она маленькая. Надо большая для была найти. Самодельная. И не найди, и верни. Теперь. Я нахожу где-то место. Это отдельная газетка у меня будет. Вот так. Я ее ставлю где ближе к двери. Чтобы прогиба не было. Потому что здесь работа так. Подожди. Отодержаем у тебя там место свое. И теперь я вот так. Сну. Размолачиваю. И где какие там есть. Эти сосуды. Ну как сказать. Где жидкость еще. Оно все слипается. Руки вымытые. Чистые. Вот еще нет. А то все вымыли. Надо рукавичку чистую надевать. У меня мозоль сразу будет. Чистую рукавицу. Дайте мне кто-нибудь. Нету? Сейчас нету под рукой. Чистой рукавицы нету, да? Сейчас посмотрю. У меня в кармане запасная рукавица. Всегда бывает. Чистая. Ну да. Вот она. Я и не работаю. Да нет, нет, нет. Это нельзя, нельзя. Она только для сырого. Я ее выложу, но рукавичка будет лежать здесь теперь. Вот. Вот это важный момент. Растолочек. И она слипается тогда. И как пластинка делается. Видишь как мало сала? А было много. Сейчас они ее переложат себе, а я дальше продолжу. Все. Так. Кто мне помогает? Вот это вот выложите себе. Каструль мне освободить. Она мне сейчас дальше нужна. Игорь Тихович, вы разговариваете мне переложить. А перекладывайте. Это уже на еду пойдет вот это. Все. Себе где-то переложите. И ее будете добавлять первое. И освободите. В миску. Вот. Да. Вот. Тут много чая. Видите? Все. Вот чая вы набрали. На коробку. Я не могу. Я не могу. Еще нету кровь. А куклок не вырос. И надо к этой исходить. Вчера мы хрену накопали, попросили в Барновой, ну, я не знаю, целое, больше пол ведра, минут за 20 накопали корни, примерно вот как два пальца вместе сложена, толщина. С Никитой пошли быстренько накопали, упало тут, упало, самое-самое такое, даже сказать, не знаешь, как, хреновое, поем, плохое, хреном поросло. Говорят, его избавиться никак нельзя, говорят, только так, полузлившая стена, солома, полметра почти, закрывать слоем, и он тогда задохнется там, ну, правда, нет, не знаю, и это не за один год. Говорят, не еще занятия, инвалидом, пенсионером, но я не верю в это, есть желание, найдешь. Ну, он уже готов так просто. Некоторые берут детей, там, ну, не своих, и ухаживают за ними, в корпусах и прочее, это большое дело. Нам научить образу жизни христианскому. Как Дарья поделал? Что я еще делаю? Гарья, поделал, на чем я перед этим? Я, почему, не доверяю сам себе, а мы, а, все остальное может, потому что я берегу годы везде, в Барнауле везде. И поэтому у нас тут без колодца, хотя качают, но я себя уже не могу настроить, чтобы водой щедро так обходить себя. Я постоянно экономил. Отдельно у нас чистая бумага, протер ее, и воды не надо. Вот, например, ставлю аппликанцы. Куршин берет на голову и пошла. Сколько она идет, километров может, пять, больше. Подчеркнула их, уходит утром в потемках и вечером возвращает. Это не пять километров, все десять. И сколько она привезет женщинам? Ребенок идет со своей посудой. Это на весь день у всей семьи. Учитывая, что ребятишек много. Почему Песков писал, Василий Михайлович, он в Комсомольской правде работал по разным природным зверюшкам, по-другим. И он говорил, машину можешь оставить в пустыне, где тебе что-то поломалось. Через день или придешь, ничего не потеряется. Ну, воды в радиоторе не будет, это определенно. Ребятишки, говорят, бегают. Если только нигде ничего не доходит, они, говорят, специально, как строк, потому что он подойдет и жилку надрезает у верблюда. И из нее сосет. То есть, чтобы самому не умереть. И все, она отнес, я не говорил, уносить руки, но ты этого не делал. Мне хрен нужен был, а сейчас его не будет. Ты не мог бы сбегать или выкопать, хотя бы корешка два привезти? Могу. Ребят, возьми и покажи. Быстренько обои принеси, чтобы детям узнать, что это такое хрен, почему он редкий не слаще. Он очень полезный. Вчера мы услышали, то есть сведения пришли, в Барнауле там болящие дни, вот блин, мы побежали. Повторяю, это не стоит ни копейки, ни рубля. Вот, смотри, сейчас я это сделал. Весь процесс на глазах. Ну, как рвать? Надо уметь то, что рвать. Живут в городе люди. Если... Ушите хрен, Кабачка. Так, все, как шелк, брат. Ну, как там, научитесь тихо. За хреном. А? За хреном пошли так. А-а-а. Вот. Теперь, вот это, что у меня есть, я говорю, так, кастрюлю у меня на нас обоели. Дай-ка сюда. Все. Я снова кастрюлю пересыпаю. За другого, если бы выжить. Так, все. Вот это можно не мыть, ничего. Атереть и поставить. Чтоб посуда, это была моя на окне. Ну, туда на эту поставить. Все. Так, ножек мой не задевать даже. Не прикасаться. Доска, я сам сказал. К моим инструментам вообще не прикасаться. Только вот эту вот маленькую оттереть. Если вы ее взяли, а потом это забыли, все пропало. Мне ее уже не найти. Посуды много здесь. Вот так. А там изнеженное тело, оно может к шкуру свести. Надо немного, только тонким слоем продавливать. Ровное, чтобы не прогибалось. Вот здесь влага лежит. А тут дальше, между ней, может быть, ну, это сороковка. Тут не прогнется. Сороковка, это 4 сантиметра толщина досок. Все доски протравлены отработкой от машины. Потому что здесь не было 13 лет никого. Вот этот полк превратился в труху. Вообще ничего нет. Одни гвозят, и коржавые лежат, и все. А почему? Отдушину не сделали. А сейчас отдушину мы сделали. И мы еще уже ничего нигде не едим. Вот, посмотри, еще она превращается во штуру. Вот так. Сейчас поедем и скорее пойдем на пруд. Рыжка, скорее детишек возьмем показать им. Это село потащим. Так, все, освободите кастрюлю. У вас запасной будет. Можете в холодильник поставить, потом кастрюлю мне отвернуть, почистить. Можете даже маленько ополоснуть. Но этот инструмент не надо ополоснуть. Так. Видишь, сделали мне как, сшили ножи, чистый ножик. Мой ножик, отдельно написано на нем хлеб. Ну, на слово, что я не прикасаем. Отдельно сточила. Ну и все. Так, что у меня здесь? Чистые бумажки? Нет, вот так. Все на этом. А это вот пещка, которая с этой пещкой леет. Почему? Мы уже вчера постряпали. Уже постряпали? Да, да. А где хлеб? Посмотрите. Где у нас? Вот в кастрюлю сложили. Вот здесь вот. А что он закрытый? Почему? Сухой. Сухой, он уже просушенный. Вот. Сами на петли. Сколько было из петли? 21. Ну вот. Правда. Здесь было прохладно, но он не поднялся у нас до конца. Ну ладно, сделаем как было. Игроем. Кошка ходит. Специально. Потому что у меня наверху голуби, там шинистка и мыши завелись. А кошка, он голубит. Ну, время было, когда раньше, что кошек тут не было. Я насыпал везде отраву. И мыши это меньше стало. Ну, пришло окошко, видимо, села вышелка и сразу дохло. Сухая. Комара убита на щеке. А? Все, все убрали. Все, ну пойдемте за стол. Все это заканчивается? То есть, кастрюлю приготовите туда, на одно место все. Это свое сдвинете вот это убрать. Рад? Да. Нет, рядом стояли, чтобы. Вот это я уберу, полотна мои будут. Туда уберете. Так, вот это вообще туда не надо крошки ставить. Видите, как большая доска, и она... Ну, там будет сыпаться. Да, да, да. Крошки надо сразу в одно место. И насыпать можно даже, что едят, в чашку. Это для класса. А, ну, видать там все-то? Да, да, видать. Каждому свое дело. Он хрен моет, хрен. Хрен моет, уже на копальность. Сейчас его потрите на терке и подадите к завтраку. 7 часов 5 минут. 7-5 минут. Подъем сегодня во сколько был? В 5. Тора, ты не опоздали? Нет. Идет и все. Порядок такой. А ложиться во сколько пожелают. Могут ложиться обычно в 9, могут ложиться в 10, в 8. Ну, все. Но зато уже нигде не шататься, оставаться все вместе. Это только с ними опрокинули, вот так еще вот. Осторожно здесь. Да, там, чтобы меньше помогало. Так. Крикнуть надо. Крикнуть назад. Все, это оторвать, да? Да. Теперь сюда. Иди сюда.